приветствую я сейчас как раз и расскажу о проблемах текущего интерфейса форм и о том как его можно улучшить и как я уже стала улучшать так основная проблема заключается в том что интерфейс слишком перенасыщен непонятными элементами которые не проработаны и не оптимально выбраны это было очень заметно на старом интерфейсе но такая же беда сохранилась и в новом поэтому основная задача максимально упростить интерфейс максимально минимизировать все элементы в том числе визуально потому что визуальному оформлению можно подойти в последнюю очередь сначала нужно сделать чтобы все было очень просто очевидно и приятно пользователям и так еще раз есть две основные проблемы данный момент это несколько неправильно неадекватная проработка элементов интерфейса допустим неправильный выбор типов интерфейс элементов или их неправильное оформление неправильное их сочетание соответственно вкупа всех вместе отсутствие единообразия достаточного и второе это перенасыщенность интерфейса то есть не приложены достаточно усилия для того чтобы он был более простым и не усложненным излишним для пользователей для этого нужно поработать усилия то есть по одному из основных принципов юзабилити нельзя заставлять людей думать потому что они приходят пользоваться сервисом чтобы выполнить свои задачи интерфейс должен просто быть помощником который не заставляет их задумываться о том как им пользоваться и для пользования которым им не нужно будет читать рекомендации или смотреть видео в идеале там что интерфейс должен быть самообъясняющим и самоочевидным окей теперь перейду к деталям например абсолютно не вижу смысла создание лишних панелей на сайте то есть это уже вот вот так вот это это уже лишнее то есть не нужно создавать панели если они нужны нам не нужны вот эти дополнительные границы на дополнительные марджины паддинги и так далее вот у нас есть этот канвас серый здесь того что помимо него я пока не касаюсь надеюсь в будущем работаем над этим первое то есть нужно убрать эти эту вот эту плашку и работать сразу с канвасом минимизировать лишние границы и лишние элементы это уже лишний элемент далее спорный выбор этого импута потому что это это иконка похоже на кнопку сначала я думал сначала что эта кнопка подумал почему она слева не справа вот стал делать здесь с представляю что эта кнопка и поместила направо потом понял что это шабло не просто иконка нужно по-другому визуализировать далее вот как бы вот о чем я говорю да просто накиданные элементы как попало и где попало почему здесь вот эта фраза и мне предлагают смотреть какие-то рекомендации или видео ну так сейчас не делают уже давно то есть либо при первом экспириенсе с продуктом есть какой-то онбординг процесс где мне объясняется объясняются основные вещи кстати в этом шаблоне есть для этого функционал вот либо это нужно убирать в другое место то есть здесь формы здесь я работаю с формой и я хочу как можно быстрее решить свою задачу а не смотреть лишний раз на ненужные мне элементы тем более когда я возвращаюсь к ней уже в очередной раз и мне это совершенно не нужно далее например в плане недостаточной проработки визуальных деталей не нужно вот здесь брать это сообщение в рамку потому что опять же это создает дополнительную энтропию это путает визуально с кнопкой и так далее почему у меня здесь очистить параметры если ну как бы я еще не делал никаких параметров также кнопку предполагаемую для нажатия кнопку лучше располагать справа это более естественно как бы для культур читающих слева направо соответственно в том числе для России движение идет вперед направо процесс ну что касается общего юзерфлоу ну достаточно нормальное меняемое на мой взгляд то есть там сначала я настраиваю параметры поиска указываю если мне нужны дополнительные и затем их подтверждаю что это нужно это нужный шаг так как здесь участвует оплата да юзеру нужно платить деньги поэтому да это нужный шаг то есть как бы ну обычно бы его не было но в данном случае он полезен ну и далее там я уже сказал что мы обсуждали насчет того что поиск идет непозволительно долго в данный момент вот насчет выдачи результатов в новом интерфейсе я даже не помню удалось ли мне их получить в итоге при вот последних тестах они все-таки не выдавались даже после того как я достаточно долго прождал непозволительно долго прождал поиска ну как бы для современных продуктов такое время ожидания это нонсенс полный далее по деталям смотрите давайте я открою самые статистики популярный размер разрешение экранов помимо мобильных да это вот 1366 но и 768 то есть это самый популярный экран то есть людей с ним больше всего то есть это все ноутбуки большинство современных и что мы видим когда заходим у нас уже с коллапсами ну это плохо нужно чтобы были элементы видны все сразу для стандартного наиболее разрешения как минимум далее вот насчет цены теперь да секундочку вот там я знаете вот сейчас например еще момент я вот не заметил даже где она появилась она недостаточно внятная ну что мне понравилось что на лету просчитывается то есть система понимает что я закончил печатать при небольшой паузе она показывает расчет это круто но как возникает другой момент зачем он нужен здесь если на этапе ввода поискового слова не переходя в настройки в настройки параметров цена всегда одинаковая соответственно здесь уже можно сразу писать цену данного поиска и вот когда уже человек заходит параметры и меня параметры и от этого меняется цена тогда стоит ее менять вот дальше как бы вот это думаю достаточно бесполезная информация и никто не никто никому она не нужна естественно это лишний элемент то есть ну да я немножко буду грубить тогда что чтобы поярче описывать с точки зрения юзера как бы окей ребята молодцы вы вообще молодцы я очень рад но мне это не нужно мне не нужна эта информация мне нужно мне нужно нужно качественно быстро и адекватно работающий продукт мне не нужен тут лишний визуальный элемент который отвлекает мое внимание таки регламент поиска у нас пока не сделано думаю кстати лучше всего его будет открывать просто в отдельном окне то есть не с попапами и так далее просто в отдельном окне ну иначе попапы для больших экранов делать и и отдельное открытие для мобильных в принципе мы можем не заморачиваться и просто открыть в отдельном окне и тогда не заморачиваться с разделением на мобильные и большие экраны ну вот да собственно как здесь происходит открывается отдельная страница где странную раскладку это меня пугает сразу работает на то что отрицательно работает на уровень доверия как сервисовой компании я даже не понимаю о чем здесь символы учитываются чудесные какие то мне не нужны такие символы а это специальные символы здесь указаны да их нужно тогда оформить как бы например в боксы тогда будет понятно что это действительно действительно специально указаны специфичные символы а не трабл с кодировкой потому что они не позаботились девелоперы куда девелоперы ну и в целом как бы забегая вперед вот уже говоря о регламенте да визуально он должен быть проработан и в нем тоже должны быть соблюдены принципы дизайна например вот не должен быть текст прибит кверху должны быть адекватные адекватное дышащее пространство так называемое ну и в целом нужно оформить более современно и таким образом чтобы было легче воспринимать текст далее перейдем к расширенным параметрам а прежде чем начну говорить о них также насчет минимизации еще скажу минимизация интерфейса также включает текст то есть текст это тоже часть интерфейса поэтому например у нас уже здесь заявлено что это поиск поиски более того нам нужно идентифицировать в меню текущий пункт новый поиск делается там фоном да вот здесь у нас заголовок есть поэтому мне не нужно не нужно еще раз писать в каждом табе про поиск пишем просто по словесному элементу по владельцу по номер документа по фирменному наименованию игрю надеюсь может тоже опустить ну и соответственно вот в этой кнопке да показать параметры поиска поиска тоже следует убрать все понятно о параметрах чего идет речь очевидно так открываем тоже происходит излишняя энтропия это изменение ширины кнопки не нужно не должно так происходить дальше неправильный выбор интерфейс элемента здесь лучше просто там тот же радио радиокнопки сделать обычные также я думаю что вот эту часть нужно уместить в конце как она была вот на этой форме а ну здесь она в середине нужно конец убрать то есть сначала давать человеку наиболее простые и ожидаемые вещи то есть вот базу это ожидаемо да окей да мне предлагают выбрать базу это торговых марок и это значительно легче сделать понять и соответственно выполнить настройку вот дальше я думаю что этот селектор тоже можно упростить визуально а может быть и нет может хорош я еще не дошел да и проработка именно этого селектор насчет помощи да думаю это хорошая идея ну кстати видели так классно старом сайте они отображались жесть не уходят за границу просто сразу полный фейспаум ну как бы если создатели так не уважают меня потенциального юзера то ну понимаете да реакцию закрыть и уйти навсегда ну это как бы хотя бы там в плане новых юзеров имеет смысл задуматься но окей на это нормально все уже по шаблону в этом плане вот где хорошее я посмотрю можно ли это еще как-то улучшить как бы единственный момент опять же что это опять же лишний визуальный элемент с этими знаками вопроса но возможно это уже излишне мои опасения дальше здесь выравнивание неправильно сделано то есть тут лучше без отступа и просто все по одной вертикальной делать вот круто что в этой версии категоризация появилась в отличие от старой далее ну вот это полная жесть как бы я понимаю что николай в том числе мне говорил что сервисом пользуется специфичная аудитория которая которая ну юридически насколько я понял работает постоянно с торговыми марками и они в курсе этих категорий но тем не менее как бы подавать так информацию в любом случае нельзя это ну выпьющий неправильно выглядит и воспринимается тем более если это будут новые юзеры и не столь профессиональные и так далее то ну они будут в шоке просто что это ну и вот опять же здесь как бы есть всплывающие вот эти хотя бы всплывающая информация но все равно это недостаточно юзабильно о господи я не тут еще скачут так все ну ну некоторые которые выходит или нет я считаю что нужно сделать какой-то более адекватный эээээ селектор класс мкту номер 6 класс мкту номер пять хорошо классы мгту мгту это понятно и не обязательно указывать везде гораздо полезнее сделать заголовки для каждого из них даже если их не существует в официальной документации то тогда взять и либо придумать их самим либо хотя бы просто брать и указывать начальный текст вот этого описания насколько он адекватно влезет адекватно он вполне влезет потому что как бы проблем с местом у нас в пространстве частью нет как бы проскроллить чутка вниз это абсолютно не проблема кнопка может быть хоть на всю ширину сразу иметь вот это описание почему нет ну либо она может быть это может быть расширяемым селектором каким-то вот первые мысли как можно сделать наш подумал об этом да кстати хотел бы отметить еще сразу пока вспомнил даже если среднестатистический юзер он не осознает всех этих вещей которые озвучила изучено было что это воспринимается ими подсознательно то есть если это профессионально проработанный дизайн по всем параметам организованный интерфейс и правильно работающий и так далее правильно визуально и по функционированию по оправданию ожиданий пользователей и так далее то соответственно это воспринимается положительно а если в нем косяки такие которые я перечисляю то это подсознательно воспринимается человеком даже если он этого не осознает соответственно его формируется мнение сервисе о продукте и компанию и так далее то есть это то есть косяки с дизайном с юзабилити работают конечно же против создания доверия и соответственно против бизнеса продаж и так как раз таки профессиональный проработанный дизайн интерфейс продукт он работает соответственно положительно на все это вот далее скип экспорт кей понятно видимо это имеется ввиду те которые уже не актуальны регистрация которая закончилась непонятно что такое абсолютно то есть вот здесь я думаю как раз стоит добавить подсказку да дальше комент тоже понятно совершенно зачем писать кому писать я вроде это роботу да так скажем задание поисковое поисковое мы изучаем какой-то комент писать зачем это здесь вообще что это к чему это нет непонятно вот поэтому пояснить мне в том числе если целесообразно здесь иметь то и для юзера тоже пояснить для юзеров ну опять же вот здесь вообще хаос полностью выравниваем элементов то есть должна быть нормальная сетка нормальная выравниваем элементов не должно быть вот такого хаоса с непонятными отступами здесь хоп сюда а здесь аж 3 левела отступов и так нельзя делать окей вот это конечно мне как к юзеру казуалу вообще кажется излишним и сложным выбор критериев предлагается после скольки процентов вхождение тождества ну просто я как не знаю как достаточно опытные постоянные пользователи интернет сервисов и приложений я давно такого нигде не видел вот это заставляет меня думать мне это не нравится вот то есть нарушают юзабилити но у вас специфичная аудитория и возможно это выполняет нужную функцию действительно это нужная функция то пожалуйста объясните мне более подробно ее нужность и тоже как-то думаю попытаемся сделать это более юзерфрендли да 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 вот это мне тоже непонятно юз транслит да ну то есть что значит что допустим если я веду по-русски то русский язык будет вообще игнорироваться и только транслит будет использоваться либо это иметь ввиду что то есть добавить добавить транслитерацию в том числе вот то есть нужно тоже понятнее обыграть этот момент вот окей это я буду проработать ну пусть она стоит хотя бы по дефолту да я думаю вот здесь у нас так уехал куда-то слишком далеко так не должно быть тоже далее посмотрим примерно ну короче да для ну вот здесь кнопки мне на уровне ну понятно да ну понятно да layout кнопки с кнопочками сломан ну тут короче надо тоже дорабатывать прорабатывать когда уже сделаем новый дизайн убедиться в том что на могилах все будет корректно отображаться опять же вот например я считаю что это полный бред нонсенс на мобилы все вот эти плашки делать когда и так места мало нужно использовать максимум ширины экрана еще делать плашки в этом например большой косяк материал дизайна андроида кстати этот хотел сказать если топ убирается топ меню то его стоит убрать но в принципе не уверен пока что нет бред не здесь где в в в в Так, что у нас там дальше, секундочку, да, ну так Вот, на основе того, что я озвучил, базируясь на необходимости минимизировать, упростить, максимально упростить интерфейс. Здесь, в данном случае, как и в большинстве случаев дизайна интерфейса, чуть более сложных систем, основная задача это максимальное упрощение, то есть это весьма непростая задача. Вот, и сейчас я покажу вам макет текущий, и чтобы прийти к нему, мне пришлось потратить очень много часов, потому что приходилось пробовать и прорабатывать разные варианты лэй-аута, да, то есть расположение элементов. Также еще в рамках ограничений шаблона, вот. И я руководствовался, вот, еще раз повторюсь, этими принципами основными. Первое, максимальное упрощение, и второе, оставаться максимально в рамках шаблона и простого девелопмента, да, для девелоперов. То есть, если там нет какой-то очень явной необходимости в кастомной разработке или в настройках текущих, имеющихся в плагине инструментов, ну, чтобы обходиться без этого. Вот, потому что так-то шаблон весьма клевый, в нем очень много элементов готовых и хороших. Да, и так вот, дизайн текущий. Как видите, тут все максимально упрощено. Ну, чтобы дойти до этого, мне пришлось очень много версий перепробовать. Соответственно, видите, у нас есть заголовок. Ссылки с помощью мы выносим вот сюда. Мы сразу показываем стоимость в правом верхнем углу, где это ожидаемо. По аналогии с интернет-магазинами, да, где корзина и цена обычно справа вверху. У нас она своя официальная. Далее у нас очень простым и минималистичным видом идут опции поиска. То есть можно будет добавить немножко, конечно, визуальность и иконок. И, возможно, более явно выделить эти табы и текущий элемент. Ну, вот, то есть, смотрите. Почувствуйте разницу, что называется. Вот того, что у нас было и редизайна. Все лаконично, понятно и выровнено правильно. Вот. Сразу указана цена. И нет кнопки очистить здесь, на данном виде. Потому что при вводе поискового слова, на данном этапе, когда не раскрыты и не указаны дополнительные параметры, здесь у нас должна появляться кнопочка отмены, так скажем. Кнопочка очистить в виде крестика. Вот. Здесь мне не нужно очистить параметры. А что она пристала? Работала, она очищала. Ну, очищала input до этого. Ну, вот, если она еще не работает, тем более, она не нужна в данный момент. Ну, кстати, ее нужно, скорее, назвать типа... Сбросить, да? Да, сбросить параметры. Сбросить настройки как-то так. Вернуться к дефолту. Очистить параметры немножко неправильно. Потому что, как бы, они не очищаются, они возвращаются к дефолтному состоянию. В очередной раз с радостью повторю, что я стремился к максимальному прощению, потому что в данном интерфейсе много необходимых настроек. Настроек, элементов, да? Поэтому, от всех, которые не являются необходимыми, нужно избавляться. И поэтому, и визуальный дизайн должен быть, скорее всего, очень сдержанным. И любой элемент, любой визуальный момент, в том числе, он должен быть оправдан в какой-то цели. Вот. Здесь, в принципе, вот я сейчас смотрю, возможно, повторюсь, стоит добавить все-таки визуальных сцепок, так скажем, да? Иконок для табов. Вот этих. В целом, я специально стремился к полной минимизации всего. То есть, я попробовал много, много подходов и версий. Начинаю вот с такой. Ну, здесь, как бы, в прогрессе, да? Работа. Попробовал и такие табы. Но меня не устраивало выравнивание с заголовком. Помимо прочего, попробовал такой лей-аут, который есть в шаблоне в Pages Gallery. По-моему, в галерее, там, в фотогалерее, там, сделано. Когда хедер одним цветом и основная часть другим. И в хедере табы. Я сначала подумал, что это будет идеальный подходящий вариант, но в итоге меня все равно не устроило. Потому что было сложно сюда адекватно вписать. И вот эти доп-линки с помощью инструкции, да? Здесь, кстати, я иконки для них использовал сначала. На выбор иконки только я потратил час, как минимум. Чтобы они были наиболее визуально воспринимаемыми. Там, trouble с этими. Проблема с данной иконкой во всех веб-шифтах, которые шаблон предоставляет. Ну, это так, я уже отвлекаюсь на мелочи, которых был миллион. Вот. Ну, вот. Дальше стал подходить к нашему варианту. И, кстати, уменьшил экран до вот этого стандартного на 66, да? Чтобы именно представлять и дизайнить на основе самого этого популярного разрешения. Вот, здесь уже было ближе к тому, что нужно. Но, как бы, линки помощи не к месту размещать на уровне с табами. Да, и это кастомный девелопмент, который, ну, ни к чему. Ну, я, пожалуй, уже излишне вдаюсь детали процесса. Вот. Но, да, в итоге я пришел к этому варианту на данный момент. Вот. Я буду рад услышать ваши комментарии. Я приступил уже к дизайну того, что будет в параметрах поиска, да? Но еще не закончилось. Поэтому, вот, буду рад услышать ваши комментарии и инсайты и так далее, там, с точки зрения юзеров. Потому что я-то все-таки, ну, не являюсь представителем вашей целевой аудитории. Ну, любые общие, общие вещи, которые, ну, общие, как вы видите, юзер экспириенс, моменты. Я все равно справедливо озвучил. Но, если у вас будет какая-то специфичная информация, то дайте знать. Ну, и вообще, любые комментарии готовы обсуждать и продолжать работу. Вот. Все. Спасибо за внимание. Извиняюсь, если я был немного излишне саркастичен или ироничен. Все. Жду фидбэк от вас.